В пятницу в зале администрации района состоялась очередная 41-я сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. Присутствовали глава района Заур Хамирзов, исполняющий обязанности прокурора района Мурат Хакуй, главы сельских поселений, начальники управлений, заведующие отделами администрации района. Открыл и провел сессию председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Он же выступил по первому вопросу, который касался назначения даты выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. В соответствии с федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, пунктом 2, статьи 5 закона Республики Дея, о выборах депутатов представительного органа муниципального образования и устава муниципального образования Кашхабльский район Совету народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район необходимо назначить выбору депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район на 10 сентября 2017 года. По данному вопросу депутаты проголосовали единогласно. Далее Александр Валентинович довел до сведения присутствующих информации о работе Совета народных депутатов района третьего созыва. В связи с уставом муниципального образования Совет народных депутатов является постоянно действующим представителем органов муниципального образования и состоит на сегодняшний день из 22 депутатов. Напомню, что здесь Азураб Хазибиевич сложил свои полномочия в связи с избранием депутатов Госсовета ХАСА. Совет народных депутатов представляет собой работоспособный коллектив с четкой политической и жизненной позицией каждого депутата, который активно подходит к обсуждению и принятию представленного на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабо-Стен, либо комиссии проекта решения, участвуют в тренинг, задают вопрос закладчиков, носят предложения, дают заключение. Основными видами деятельности Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабо-Стен являются разработка проекта решений, анализ проектов на модельно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета народных депутатов, подготовка замечаний и предложений по рассматриванию проекта, реализация контрольных полномочий Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабо-Стен, взаимодействие с населением района и содействие в решении вопросов местного значения, участие депутатов в реализации программы социальной комиссии по развитию. Внимание депутатов, истекших в гневе, были охвачены практически все основные вопросы в районе. Основной нашей правотворческой деятельностью стало совершенство муниципальной правовой базы по вопросам местного назначения, включая обновления имеющих разработку новых муниципальных правовых актов. В совместном с прокуратурой района и комитетом по местному самоправлению нам ведется правовая экспертиза муниципальных правовых актов, конструктивно взаимодействуем с этими органами и при необходимости оперативно вносим поправки. Безусловно, ключими вопросами, рассматриванные Советом Народных Депутатов Дашкабрского района, являлись утверждения исполнения бюджета. Отчеты об исполнении бюджета рассматривались и принимались изменения бюджета. Всего было рассмотрено 73 бюджетных вопросов. В своей работе Совет Народных Депутатов руководствуются принципами открытости и вратности. Представители СМИ, общественности и прокуратуры приглашаются на все заседания Совета Народных Депутатов. Нармативно-правовые акты принятые Советом Народных Депутатов увлекаются в газете «Кашкабрский вести» и размещаются на официальном сайте администрации района, сети интернет. Большое внимание своей работе депутаты уделяют взаимодействию с главой муниципального района. Уважаемые депутаты, впереди нас ждет большая трудоемкая работа по подготовке и проведению выборов в Совет Народных Депутатов, выборы депутатов и глав сельских поселений, не за горами выборы президента Российской Федерации, который пробык в марте 2018 года. Несомненно, мы живем непростое время, Россия переживает не лучшие времена. Наши граждане волнуют экономическая ситуация, внешняя политика и другие проблемные вопросы, о чем в своем послании говорил президент Российской Федерации Вадим Владимирович Путин. Его выступление – это есть план для выхода из этой ситуации. Вот почему сегодня, как никогда, нужна консолидация общества, поддержка курса президента, строящая свою деятельность в интересах России, в интересах каждого человека. Искренне надеюсь, что в оставшее время нашей работы, до конца созыва, наша работа будет консультивной, и уверен, что при взаимодействии с главой района, администрации района, главами сельских поселений, депутатами сельских поселений, депутатами госславета Хаса, представляющих наш районный региональный парламент, нам удастся найти совместное решение многих проблемных вопросов, стоящих перед жителями Кашкабовского района. Глава района Заур Хамирза в свою очередь поблагодарил депутатский корпус за плодотворную работу. Пять лет совместно работаю. Я считаю, что это очень плодотворная, взаимовыгодная и очень полезная работа. Вот депутатский корпус, который на данный момент мы имеем, я считаю, он очень профессиональный во всех планах. И что мне очень импонирует, очень хорошие, чисто человеческие отношения друг с другом у каждого из нас. Поэтому хотелось бы поблагодарить вас, уважаемые депутаты. На сессии были рассмотрены и другие вопросы, такие как вопрос о внесении изменений, дополнение в решении Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабовский район от 23 декабря 2016 года о бюджете муниципального образования Кашкабовский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. И последний вопрос о ходитайстве на награждение почетной грамоты Государственного совета ХАСа Республики Адыгея. По всем вопросам вынесены положительные решения.